Девушки отдыхают Here we go Девушки отдыхают 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 Да, крутая тачка. А вот крутая тачка. Всё, что могу предложить. ЭКО-3, экспериментальный кар для технологических испытаний. Мы используем для обработки новых приспособлений. Да, только не нажимайте на кнопку «Реактивный старт». Результаты испытаний не были удачными. Значит, они были неудачными. Шпионский центр. Секретный штаб Эйса Роксона. Это так круто! Мы здесь не на экскурсии, помнишь? Я смотрю офисы. Алекс, поговори со съёмочной группой. Может, они что-то знают. А Кловер, пусть... Эй, я не могу заниматься шпионской работой. Мне нужно учить реплики. Эй, у меня нет реплик. Теперь будут. Девушка, которая должна была играть в злодейку, оказалась страшной. Так что ты будешь играть в дочь Синестру. Мой план осуществляется. Я, Синестру, заворожу весь мир. Агент Эйс Роксон в космосе. И меня никто не остановит. Ты хочешь сказать, нас никто не остановит? В чём дело с Синестру? Ты не узнаёшь свою собственную дочь? Правильно, это я, Гвендолин Мун. Твой единственный ребёнок. Я только что бежала из тюрьмы и... Эй, Марти. Я подумал, может, Синестра должен это объяснить? Что она моя дочь? Теда нет. И зритель захочет, чтобы меня было побольше. Хорошо. Синестра говорит реплики Гвендолин. Мотор! Ладно, а вы не знаете, что случилось с Тедом? Прости, дорогая, я не разговариваю с персоналом. Узнала что-нибудь? Я точно знаю, кто это сделал. Вильгельм Ларюк. Это ничтожество, которое играет Синестру. Его роль стала больше после исчезновения Теда. Думаешь, его похитил Вильгельм? Он играет злодей и заграбастал камеру. Камера? Ну, конечно. Наверняка исчезновение Теда попало на плёнку. Когда это случилось, съёмок не было. Может, телекамеры и не снимали, а эта малышка наверняка сняла. Значит, нам надо просто проглядеть запись камеры наблюдения, а потом... Сесть и посмотреть фильм. Ух ты! У Вильгельма такое крутое снаряжение. Я не уверена, что это Вильгельм. Да, снаряжение скорее похоже на то, что даёт нам Джерри. Оно шпионское. Бежим! На видео Тед стоит здесь. О, смотрите! Желе из пирожного Теда. Отличная идея. Это может понадобиться как улика. Улика? Сувенир! Это желе касалось губ Теда Бэйли. А вот это похоже на улику. Стрела с электрошоком. Это шпионские штучки. Это значит, Теда похитила какая-то шпионская организация. Ну как мы их найдём? Элементарно. Когда расчёска генетического сканирования определит, кому это принадлежит, мы узнаем, кого искать. Ленор фон Шрам из Зальцбурга, Австрия. Должна быть она одна из этих агентов? Придётся отправиться в Европу. А как же фильм «Мой трамплин»? У меня всё равно реплик не осталось. Фу! Кто-то разлил здесь содовую! Неужели нам придётся добираться до Европы на этой шикарной тачке? Австрийские Альпы Последний известный адрес Ленор – это здесь. Пудреница отмечает повышение электронной активности. Это совсем не похоже на шпионское убежище. Им нужно, чтобы мы так подумали. Пошли, застигнем их врасплох. Эйя, стоять! Все мне с места! Йоу! Ой, здравствуйте. А-а-а! Привет! Мы проводим опрос телевизионных фанатов. Ваш вопрос, поэтому мы так ворвались. И поэтому на нас хай-тековская форма для опроса. Первый вопрос. Вы были на съёмках дней наших агентов? О, да. Я только что вернулась из моей потрясающей поездки в Голливуд. Это было чудесное путешествие. Мне дали пропуск за кулисы, и я сфотографировалась с Владимириной. Я хотела сфотографироваться с Эйсом Роксоном, но он исчез. А, я так за него переживаю. Садитесь, садитесь, садитесь. Я приготовлю чай и мюсли. Посмотрим фотографии. Э-э, спасибо, но, может, в другой раз? Да, нам нужно опросить много людей. Извините за беспокойство. До свидания. О, ничего страшного. Абсолютно никакого беспокойства. О, здесь была Квендолин Мун, дочь Синестро. Она что-то задумала. Но не волнуйся, агент Роксон. Добрая Ленор обо всём позаботится. Ну, ну, Эйс. Мы договорились. Я должна была тебя похитить ради твоего блага. Ты в опасности. Я знала, что здесь со мной тебе спокойнее. Я знаю, со временем ты полюбишь меня так же, как и я тебя. Кто знает, может, когда-нибудь я стану Миссис Эйс Рокс. Но сначала... Я должна избавиться от Квендолина и её подружек. Как я могла променять свой большой трамплин на это? Ведь это дам абсолютно ни при чём. Наверное, пудреница сломалась. Она направила нас по ложному следу. Как нам теперь найти агентов, которые похитили Теда? Кажется, они нашли нас. Я в фильме Теда. Его похитили и теперь охотятся за мной. Знаете, что это значит? Я знаменита! Суперзвезда как Тед! О, пожалуйста! Я не справляюсь с управлением! Мы должны от них оторваться! В этом драндулете? У моего фена мотор сильнее! Может, пора реактивному старту пройти успешное испытание? Нет! 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 Крутое снаряжение бывает не только у плохих агентов. Вперёд! Нужно выяснить, кто в клубе фанатов Кловер. Куда она делась? Никаких следов. Придётся остаться известной телезвездой, но это пока... О-о-о! О-о-о! Бежим, Кловер! Шоу начинается! Должно быть, это секретный шпионский центр! Почему мне кажется, что я уже здесь была? Смотрите! О-о-о! Ленор! О-о-о! А-а-а! Эй, в чём дело? Хочешь узнать, Гвендулин? Фильм. Вот почему мне знакомо это место. Это точная копия центра эйса Роксона. Ах, вот и агент Роксон. Форма для опроса, как же. Неужели я не распознаю агента с первого взгляда? И я не позволю тебе, Гвендулин, навредить агенту Эйсу Роксону. Я не Гвендулин, меня зовут Кловер. Она путает дни наших агентов с реальной жизнью. Похоже, кто-то не дочитал сценарий. А-а-а! Джерри, нам нужна твоя помощь. Прости, Саманта, но я помог тебе, чем мог. Нет, помоги по-настоящему! Нас связали! Бэм! Да, но я тоже связан. Простите, но если в вашей мыльной опере возникнут новые проблемы, вы должны решить их сами. Впутались, выпутывайтесь. Знаешь, это было грубо. Не стоит обращаться за помощью к Синестру. Вы будете уничтожены до... Стойте! Пожалуйста, дни наших агентов — это телефильм. Это не на самом деле. Я играю Теда Роксона на экране. Я актер, а не секретный агент. О, как мне жаль. Как мне жаль тебя, Эйс. Не знаю, каким образом, но эта мерзкая Гвендолин запутрила тебе мозги. Я Кловер. Не волнуйся, дорогой Эйс. Несколько часов в этом просветляющем шлеме, и ты вспомнишь, как ты меня любишь. Как сильно любишь. Что касается вас, то моя рыбка ждет обеда, а она голодна. Я знаю, что в настоящем шпионском штабе пиранги нет, но я решила, что здесь она будет к месту. Вы не можете так поступить с нами, со мной! Хо-хо-хо. К тебе это не относится, Гвендолин. Тебя ждет наказание похуже. Этот лазер медленно разрежет тебя пополам. Будет немножечко сжечь. Прости, я не могу остаться и посмотреть. Нам с Эйсом нужно думать о будущем. А свадьбы не будет, пока я не избавлюсь от злейшего врага Эйса. Синестру. Сумасшедший Ленор хочет прикончить Бильгельма. Бильгельма? А меня? Я не могу сейчас умереть, я только что стала знаменитой. Ты не знаменита, поняла, Кловер? Так что сними эти дурацкие зеркальные очки. Кловер, ты можешь отразить луч очками. Ты их потеряла? Они были очень дорогие. Кловер! Я люблю свет прожектора, как любая девочка. Но всему есть предел. Тед Белли, для меня такая честь работать с вами. О, господи, Тед, вы в порядке? Мне нужно зеркало, у меня растрепались от шлема волосы. Все в порядке. Быстрее! Нужно спасти Вильгельма! Спасти? Как в героическом фильме? Не надо, этим займется мой дублер. Нет, серьезно, мне нужно зеркало. Студия Парадокс, Голливуд. Владимирина, твой драгоценный эйс пропал в космосе, и теперь ты должна полюбить меня. Никогда, Синэстр, не... Что это за шум? Владимирина, я должна была понять, ты двойной агент. У нас тут что, система Станиславского? В чем дело? В чем дело? Дело в том, что вы собираетесь заморозить весь мир, Синэстро, и я вас остановлю. Она сумасшедшая! Вильгельм, бегите! Гвенболин, почему ты еще жива? Не знаю, а почему вы совсем ку-ку? А-а-а! Это тебе за эйс, Сон. Гвенболин, бегите! Ленор загнала Вильгельма в угол. Бежим! Спрей для волос. Можно побрызгать. Это спрей-торнадо! Тед, стой! 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 Ой! А-а-а! 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 Конец фильма, Ленор. Мои бесценные, бесценные волосы! Поскольку ты это блысел, а Вильгельм ушел, может быть, роль Гвендолин станет больше? Пошли вон! Радео Драйв, Лос-Анджелес. Значит, твою роль сократили, да? Да. Гвендолин гибнет в результате несчастного случая. Но ты хоть будешь сниматься в рекламе, да? Мэнди получила эту роль. Она будет лицом фирмы «Счастливый гамбургер». Жаль, Кловер. Ты, наверное, так расстроена. Была, но я... Они должны это убрать. Я выгляжу нелепо. Не знаю, вы, мой агент, займитесь этим. Вот это очень смешно. Редактор субтитров А.Семкин